Здравствуйте, уважаемые наши трейдеры и инвесторы! Вы находитесь вместе с нами в компании Grand Capital и сейчас мы коротко с вами остановимся на текущих ситуациях на мировых финансовых рынках. С нами в разговоре принимает участие старший трейдер и аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Здравствуйте! Здравствуйте! И я, Михаил Макаров, стратегически управляющей компанией Grand Capital. Итак, Сергей, что же произошло сегодня с европейской валютой? Почему, так сказать, произошел риский разворот и она пошла наверх? Ну, как мы помним, уважаемые господа трейдеры, то, что совсем недавно опять возобновились опасения, связанные с Испанией. То, что Испания может запросить денег и это, собственно, ограничило рост данной валютной пары, а именно евро-доллар, ну и вообще в целом единой европейской валюты. И мы даже отмечали продажи, точнее говоря, фиксацию прибыли, потому что у инвесторов была неуверенность в том, что может ожидать. Но сегодня произошло знаменательное событие, которое, по сути говоря, два дня ждал мировой валютный рынок, а именно сегодня Испания достаточно успешно разместила облигации свои и разместила облигации на сумму 479 миллионов евро со сроком погашения в июле аж 2041 года. Максимальная доходность по облигациям Испании со сроком погашения вот в этом далеком году, в 2041, составила 5,937 процентов. Ну, на самом деле доходность достаточно высокая, но не такая, чтобы как-то заставить рынки беспокоиться по поводу вообще способности Испании выплачивать эти дивиденды. Теперь, максимальная доходность по облигациям Испании со сроком погашения в апреле 2020 года составила даже меньше 5 процентов, что говорит о весьма успешной и достаточно выгодной для Испании вот этой вот программе, а именно программе размещения данных облигаций. И всего Испания разместила облигации на сумму в 3 миллиарда евро вот со сроком погашения вот в этом апреле 2020 года. В общем, как только стало известно, что аукцион прошел достаточно успешно, мы увидели резкий рост единой европейской валюты. Это говорит о чем? Это говорит о том, что какие-то опасения, связанные вот с так называемыми периферийными южными странами, они отходят на второй план и инвесторы и, очевидно, наверное, в первую очередь, конечно, крупные игроки, крупные фонды, которые специализируются на покупке данных финансовых инструментов, они верят в устойчивость еврозоны, верят в устойчивость евро, стало быть, поэтому они стали и приобретать вот эти вот активы, динаминированные в евро. И, на мой взгляд, евро пробил важный психологический уровень 1.2350, если он закрепится выше этого уровня, и если фондовые рынки, которые сейчас после этого события вышли в положительную зону, европейские, я имею в виду фондовые рынки вышли в положительную зону, если эта динамика продолжится, то мы увидим те уровни, о которых мы и говорили ранее, примерно 1.25, ну, там можно немножко более внимательно посмотреть, на мой взгляд, это может быть примерно даже 1.2560, это равно 38% отката по Fibonacci от всего вот этого вот уровня падения, который мы отмечали вот буквально вот в ближайшее время, начиная вот с этого падения, которое произошло, ну, сколько там, две недели назад. Вот, собственно, то важное событие, которое произошло сегодня и которое, на мой взгляд, может повлиять на ближайшую динамику единой европейской валюты. Понятно. Большое спасибо вам, Сергей, за интересный комментарий. Будем смотреть за событиями. На этой неделе нас ожидают еще достаточно сильные движения, я предполагаю, завтра, в пятницу, потому что завтра, напоминаю, такой технически важный день, как массовое закрытие опционов и фьючерсов. И, опять же, по данным с американских бирж, по фьючерсам, например, на единую европейскую валюту, сейчас максимальное количество шартовых позиций, и завтра мы можем увидеть сильные движения. Ну, и мы надеемся, что они принесут вам прибыли, а не убытки. Будьте внимательны, будьте аккуратны, следуйте собственным торговым правилам, не нарушайте их, и все будет у вас нормально. С вами в студии компании Grand Capital был Сергей Костенко, трейдер и старший аналитик нашей компании, и я, Михаил Макаров. Спасибо за внимание. До свидания, удачи вам.